Для детей старше 16 лет, так начинается наша сегодняшняя передача. Дорогие друзья, у нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас в гостях мы старый, старый не по возрасту, приятель Александр Жаворонков, которого в местной среде трейдеров знают как Феникс. Саша, привет. Привет, привет всем тем, кто сейчас находится на нашей волне. Я надеюсь, что вопросы будут интересные по делу и чем-то я смогу с вами поделиться сегодня. Да, даже если без дела будет, все равно звоните, потому что обычно, как правило, ты знаешь 90% вопросов без дела и только 10 на самом деле вопросов по делу. Дорогие друзья, еще раз, у нас прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9 и 6. Это программа Охота на Герчика. Саш, ну я тебя не видел сколько, наверное, физически где-то год. Наверное, да. Да, где-то так. Мы даже, Саша, когда-то в одной комнате, в соседних комнатах работали и виделись очень часто. И по вторникам, по-моему, ты приходил, да? Ну да, я работал тогда в гардеробной и вешал пальто, и принимал у тебя пальто, там вот зонтики все вот эти. Зонтиков у меня никогда не было, вот тут ты обманываешь народ. Я зонтики никогда не ношу, все знают об этом. Так же самое, как не ношу калоши. Потому что Александр Герчик никогда не сливает, соответственно, ему не нужен зонт, чтобы защититься от дождя. Ну, в этой ситуации сейчас передача будет больше о тебе. Спасибо. Дорогие друзья, не стесняйтесь, звоните. Сегодня понедельник, у нас прайм-тайм с пяти до шести. У нас Саша Феникс в гостях. Сейчас поговорим немножко о рынке. Он принес интересные бумажки, очень по которым мы зададим вопросы. Знаете, у нас программа всегда проходит в простом режиме. Все вопросы будут отвечаться, никто не будет утаивать. Любые вопросы, которые придут в прямой эфир, вы получите на них ответ. Перед тем, знаешь, как мы, как говорится, обычно начинаем передачу с того, что там рассказчик рассказывает о своей жизни, как он пришел к тренингу. Вот у нас, в принципе, есть вопрос о девушке, мы попробуем сразу задать к обоим Александрам. Олеся задала вопрос, как раз еще вопрос пришел два дня назад, видишь, как тебя люди любят на самом деле. Я думаю, это мужик лет сорока. Олеся, это мужик лет сорока. Нет, ты знаешь, на самом деле, как бы вопрос такой очень красивый, очень корректный и нормальный. Здравствуйте к обоим Александрам. Что можете сказать о корреляции российского и зарубежных фондовых рынков, как в целом по рынкам, так и по отдельным отраслям, акциям? Есть ли какие-то интересные взаимосвязи, на которые стоит обратить внимание, особенно в период кратко-средний долгосрок? И что при этом лучше смотреть? То есть, реально, думаешь, мужик сорок лет? Ну, неужели девушке с таким красивым именем придет в голову интересоваться такими бессмысленными вещами? Да, Олеся, если вы не мужчина сорока лет, звоните нам в эфир, чтобы Александр Жароменков удостоверился на самом деле. Да, пожалуйста, позвоните. Мое мнение, что, конечно же, есть корреляция. Мы давно уже интегрированы в так называемую мировую среду. И, соответственно, рынки тоже все связаны с друг другом. Если какое-то изменение сильно происходит на американском рынке, наш рынок тоже реагирует. Единственное но, что чем меньше денег на нашем рынке, тем эта корреляция может быть нарушена людьми, у которых денег больше, чем у остальных других участников нашего рынка. То есть, грубо говоря, Америка растет, а я сижу на нашем рынке с большими деньгами, я не хочу, чтобы наш рынок рос. Я просто не даю им расти, выставляя в стаканы достаточное количество позиций, достаточное для того, чтобы меня никто не мог выкупить. И люди покупают, смотрят, Америка растет, покупают фьючерс на индекс РТС, а фьючерс на индекс РТС падают. Они получают убытки, соответственно, в этом случае корреляции не будет. Ну вот смотри, на самом деле, я с тобой тоже согласен по поводу корреляции, но в последнее время даже в самой глубинке российского рынка немножко происходят другие катаклизмы, хорошие катаклизмы. То есть, очень много бумаг, которые ходят вне зависимости от рынка. Вот недавно там начал стрелять МТС, стрельнул МТС. Магнит. Магнит, да. То есть, некоторые бумаги, на самом деле, если раньше, 3 года назад, там 4 года назад, когда я первый раз приехал в Россию, ходило все с копом, например, и Ростелеком, и магнит, и все остальное, то сейчас более-менее разрозненно. То есть, в бумагах появились свои игроки. И, например, если ВТБ скидывают, то могут, например, покупать какую-то другую бумагу. Да, кстати, как пример, очень разрозненно в данном случае ходили акции Автоваза, когда рынок не рос, а акции Автоваза в результате смешной статьи в газете «Ведомости» кто-то, один человек, который по настоящим данным немножко сумасшедший, просто взял от имени Автоваза, разместил в «Ведомостях» рекламу о том, что Автоваз собирается выкупить свои акции по цене, со значительной премии к текущему рынку. Ну, на Автовазе как бы не надо сильно большого объема для того, чтобы Автоваз взлетел. Ну да, и поэтому вот пример, когда наш рынок не всегда адекватен, да, то есть нужно быть очень осторожным и знать, во что ты играешь. Ситуация с «Магнитом», кстати, тоже, на мой взгляд, чисто инсайт, потому что ходят слухи о том, что готовится выкуп, готовится выкуп, соответственно, выкуп по более высокой цене. И те люди, которые точно знают эту информацию, они без риска заработают себе миллионы и миллионы. А остальные люди, которые не знают эту информацию, скорее всего, все равно проиграют. Салют. Привет. Как и было с норильским никелем. Как и было с норильским никелем. А вот тогда вопрос к тебе. Как давно ты пришел на рынок? Я тебя знаю 4 года, почти 5. Я пришел на рынок в 2007 году. Вот, я тебя как раз знаю с 2007 года, когда я первый раз познакомился со Ствардовским. Да, 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 в 2007 году. Я познакомился с рынком, отдав деньги в Лохотрон, некто Алексея Калиниченко. Вот, я тоже думал, что все там настоящее. Трейдер ДУ. Дал Форекс и хорошие отчеты. В итоге все деньги были проигранные. Я узнал, что, оказывается, все это было вранье. И с тех пор вот задался я вопрос, а может быть, действительно, штука интересная? Фондовый рынок. Если он слил, значит, что-то заработал. Да, почему бы не быть мне? Во-первых, он заработал, просто попался. Я решил, что надо просто не попадаться. Правильно очень. Видите, дорогие друзья, для того, чтобы зарабатывать деньги, не обязательно нужно зарабатывать. Главное не попадаться. Конечно, вот этот человек, который разместил рекламу о ведомостях, он заработал много денег и не попался. Вот хороший пример, что терпение и настойчивость, они... Какой у тебя бэкграунд? Это образование. Ну, ты прекрасно знаешь, о чем я говорю, не придуривайся. У меня очень образование соответствует тому, чем я занимаюсь на фондовом рынке. И я инженер-электрик. Вот что-то на самом деле у Феникса никогда не отсутствовало, это чувство юмора. Инженер-электрик, это как раз действительно... Вот ты знаешь, я действительно думал, что ты инженер-электрик, потому что только инженер-электрик может на рынке состояться. И выпускник кулинарного техникума. Да, я когда знакомлюсь с людьми, я спрашиваю, ты инженер-электрик? Они нет, я до свидания. А если пищевой техникум? Пищевой техникум нужен еще опыт вождения. И как? У тебя же есть опыт вождения? Да, 26 лет. Ну, желтая машина. 26 лет. Шашечки. Нет, 26 лет за рулем, 3 года шашечки. Вот, все. А то есть, если таксист, то нормально? Да, то нормально, потому что всегда знает, куда ехать. Дорогие друзья, вы не стесняйтесь, звоните нам. Это сейчас у нас только первая 12-минуточка такая очень веселая. Да, потом на самом деле будут серьезные вещи. Саша принес нам интересные документы по ММВБ, по выступлениям Владимира Владимировича, которые действительно касаются бизнеса. Мы не будем влезть в политику, это, как говорится, не наш кусок хлеба. И передача у нас с детям до 16. 6, 5, 10, 9, 9 и 6. У нас прямой эфир. Александр Шаворонков, он же Феникс, несгораемая птица. Вот он вам машет, видите? Передача у нас должна быть очень интересная. Вот у нас есть минута 55. И такой вопрос от Марселя. Я так понял, что ты знаешь, кто это? Как вы справляетесь со стрессом, когда депозит начинает мотылять во все стороны в неблагоприятных условиях? Кстати, вопрос серьезный, придется тебе как бы отвечать серьезно. Вот за оставшееся время, минуту, полный ответ дать очень сложно. Но когда сильно мотыляет, надо придерживать другой рукой, чтобы мотылял не так сильно. Ну, тебе немножко легче. Я так понял, что сейчас мы с тобой, когда последний раз разговаривали в IT-инвестии, это года два с половиной было назад, ты сказал, что ты хочешь перейти только сугубо на торговлю роботами и все. Ну, давай мы сейчас разминочную часть вот с этим юморным закончим, чтобы слушатель понимал, где серьезный разговор, а где были шутки. То есть в первой части мы все шутим? Ну, первая часть, конечно, мы все шутим. И про инженера электрика это шутка? Это единственное, что было правдой. А то есть все, кто инженер электрика, у них есть шансы стать хорошим трейдером? У них, по крайней мере, все инженеры электрики, которых я знаю, а я знаю только себя, они все были успешными на рынке. Всех, включая себя? Сто процентов, да. Ну, я думаю, что нам сейчас огромное количество звонков. От электриков? Да, да. А вот Марсель задает быстрый вопрос, 40 секунд у нас есть. Феникс, давай создадим общество забаненных на смарт-лабе. Да, можно. Или, например... Я думаю, это отдельно будет, антисмарт-лаб. Электрики могут помогать снимать напряжение, например. Да. Как-то. На самом деле, то есть это можно инженер электрик против смарт-лаба? Инженер электрик против смарт-лаба. Или забаненный инженер электрик на смарт-лабе? Ну да, к сожалению, я забанен на данном ресурсе, поэтому... Нет. А ты должен Котя, я ничего не пишу. Я тоже сейчас ничего не пишу, потому что нахожусь в этой студии и на волне Финам. Дорогие друзья, Финам.ФМ, 6, 5, 10, 9, 9, 6, прямой эфир. Звоните, задавайте вопросы, у нас будет перерыв на новости. Где мы попробуем что-то услышать новое. Дорогие друзья, прямой эфир. Охота на Герчика. Александр Герчик и Александр Жаворонков. В прямом эфире 65, 10, 9, 9, 6. Звоните, задавайте вопросы на финам.фм. Саш, ну вот 5 лет назад ты пришел, 6-й год пошел, в принципе, ты в трейдинге. Ну, на самом деле, за прошлый год ты публиковал результаты. На самом деле, результаты феноменальны для 5-летней давности. Может, там не сильно круто в долларах, в миквиваленте, да? Но с депозитом, например, с которым ты разгонялся. Сколько лет, ты просто объясни людям, потому что очень часто люди, которые смотрят и слушают наши передачи, они видят, например, так называемых звезд. Сашу Жаворонкова, Лешу Майтрейда, там Андрея Береца. И они видят только финальный результат. Люди, которые там, Берец, больше 10 лет в бизнесе, там, да? Майтрейд чуть-чуть поменьше, там, лет 5. Еще есть там Муханчиков неплохой трейдер, СФ трейдер. Очень много ребят, они видят, в принципе, только вот этот финал уже, знаешь, когда все круто. О, у меня классный НДФЛ, там, я заработал деньги. Но я думаю, что людям надо донести, на самом деле, что эти шаги, они гораздо длиннее и дольше. Я просто помню, когда ты приходил, там, с утра до вечера сидел, писал этих роботов. И я хочу, чтобы ты рассказал людям, как было тяжело, потому что результаты там пошли, и там, последние только несколько лет, до этого, там, года 3-4, я понял, что ты это вкалывал, как пес. Ну, то есть нужно правда рассказывать? Ну, давай, хотя бы, если обманывать, то кусочками. Не надо говорить, что ты, например... Майтрейд просто любит рассказывать, как он ел доширак, понимаешь, постоянно. И люди его жалеть начинают, на самом деле. А он у нас вот на месяц сейчас уехал в отпуск, понимаешь? Конечно, он 100% там не на дошираке живет. А его легко найти, кстати. Многие спрашивают, как найти Майтрейда? Очень просто. Если видите, вот, следы лапши, то, если долго за ними идти, в конце концов, натянетесь на Алексея. Ну, у тебя так все плохо было, доширак же ты ел. Нет, на самом деле, ну ладно, все серьезно. 2007 год, я работал в серьезной конторе, которая занималась строительством. И как хобби появился трейдинг. Вот после этого случая скидал вам в лохотроне Калиниченко. Я стал интересоваться, пробовать демо-счет, форекс, у меня начало получаться. Я подумал, вот нафига мне эта работа, где я сижу, хожу на нее целыми днями, а я на фондовом рынке могу заработать гораздо больше денег. А сколько ты в стройке зарабатывал? Ну, в рублях, ну, как? Пару тысяч долларов. Ну, нет, не пару тысяч долларов, это где-то был фикс около 100 тысяч рублей. Ну, это круто по 2007 году. Да, периодически у меня были хорошие бонусы такие, и до этого хорошие бонусы. То есть я подошел к рынку человеком абсолютно независимым. У меня была квартира, машина и какой-то запас на черный день. То есть, в принципе, я чувствовал себя очень комфортно. Я жил в комфортной для себя зоне. Тогда, извини, тебя перебивают. Ты считаешь, что это неотъемлемая? Я считаю, что это неотъемлемая часть подходить к трейдингу именно с такой стороны, когда ты действительно хотя бы защищен буквально на какой-то промежуток времени, потому что очень и очень часто люди звонят. Мне на самом деле очень жалко таких людей. Вот я там насобирал 700 долларов и хочу прийти в трейдинг. Ну, я бы не сказал, что это невозможно. Я бы сказал, что это очень опасно. У меня есть знакомый, которого я познакомил с фондовым рынком. Он начинал с 30 тысяч рублей, и вот сейчас он долларовый миллионер. То есть, есть и такие истории успеха. Но это действительно очень и очень опасно, когда есть что терять. Потому что, когда человеку вот есть что терять, и его реальная жизнь, жизнь его семьи, еда и обучение его детей зависит от того, сколько он заработает сегодня на рынке, то, скорее всего, он не заработает ничего. Особенно на первом этапе своего трейдинга. То есть, тебе, в принципе, было очень спокойно, ты торговал, ты знал, у тебя есть какой-то запас, и ты дал себе определенный промежуток времени, получится, не получится. Правильно? Да, 2007 год прошел очень успешно. Я ушел с работы, стал заниматься трейдингом. И тут наступило 2008 год, лето 2008 года, когда я практически, ну, я сначала там практически утроил свой депозит. Он стал у меня уже несколько миллионов рублей. И в 2008 году я все, что заработал, проиграл. И, наверное, процентов 70 от своего счета. То есть, к августу 2008 года от этого депозита в несколько миллионов рублей осталось там 1400. И я помню, насколько тяжелым было мое состояние, какой у меня был стресс, несмотря на то, что у меня все равно были и деньги, и квартиры, и машины. И, по большому счету, ничего страшного не произошло. Я не представляю, как люди, у которых, они, например, кредит могут взять под то, чтобы играть на бирже. Или могут занять у друзей, потом годами врать, обманывать. Это никому, никакому врагу не пожелаешь такую ситуацию. Я бы всем советовал никогда так не поступать. То есть, сугубо главное, чтобы... Ну, а что тогда вопрос другой? Что остается делать людям, на самом деле, которые вот хотят, чтобы у них получилось, и которые имеют маленький запас денежный? Ну, первое, это оценить свои возможности, оценить их эдж, их скилл, то есть их мастерство, что они могут предоставить рынку, как в этой конкурентной среде. Ну, ты же сам, человек, который приходил на рынок, ты же тоже понимал, что только окунувшись в воду, можно узнать ее температуру. Пальчиком потрогаешь, как бы так вроде прохладно, но не сильно. А тут такая ситуация, как бы человек хочет идти, он сидит, работает. Мне очень часто, ты знаешь, огромное количество писем приходит, люди там на фабрике работают, там за 13 тысяч рублей, они говорят, ну, Александр Михайлович, я же не буду всю жизнь работать там, я хочу в трейдинге и все остальное. Я говорю, ну, хотя бы какую-то сзади базу себе создай, потому что, когда тебе просто кушать нечего будет, тебе будет очень тяжело торговать. Что сделал я, когда вот попал в ситуацию, что у меня практически не осталось денег для торговли, и дальнейшая моя работа на фондовом рынке ставила под вопрос безопасности моей семьи и меня самого, то есть, что я могу все потерять. Я устроился на работу в брокерскую компанию, то есть, я получил возможность иметь некий фикс, который, по крайней мере, не дал бы мне там голодать или в чем-то ущемлять текущие потребности. И все равно я продолжил дальше потихонечку вот эту вот оставшуюся сумму постепенно раскручивать. С тех пор я денег по большому счету недовносил на биржу. А ты, например, деньги каким образом выводишь? Или выводишь ли? Я подаю поручение брокеру, и они выводятся чудо. Нет, я не это имею в виду. Ну, ты, конечно, знатный юморист, ты понял мой вопрос. Я понял твой вопрос. Деньги я ввожу следующим образом. Вот ровно на жизнь или чуть-чуть больше, или, например, я уверен, что там, например, на российском рынке сейчас практически все стратегии, они имеют определенную емкость. Я как бы окунулся немножко в это. И, к сожалению, сейчас есть емкость рынка. Особенно у роботов, особенно там высокочастотники, потому что когда человек пишет, например, там в своем блоге, это про тебя, что там стакан и все остальное, то, естественно, есть вопрос о ликвидности. А ликвидность, к сожалению, мы немножко потом к ней перейдем по бумажкам, которые ты принес. Она желает, оставляет желает лучшего, поэтому я уверен, что есть, наверное, какой-то порог ликвидности. Как поступаю я? Я человек, который нетерпим к рискам. Для меня это вот, я риск не люблю. Поэтому в настоящий момент примерно половина суммы у меня находится на депозитах банковских. Поэтому если мне нужны деньги и не хватает, я просто иду в любой из тех банков, где у меня открыто счета и снимаю столько, сколько мне нужно, не думаю об этом. Если я вдруг вижу ситуацию в рынке, которая мне позволит заработать значительно больше, чем банковский депозит, и я считаю, что вот сейчас ситуация... Самое время. Самое время. Я эти деньги из депозитов перекидываю на свой торговый счет и продолжаю работать. Просто я, как арбитражер, всегда должен быть готов к тому, что к ситуации 2008 года, что вроде все дешево, я купил, а оно становится еще дешевле, еще дешевле. И на этот случай должна быть какая-то заначка. Заначка абсолютно верно. Кстати, вот пришло письмо от... Олесе. Олесе. Звонить стесняюсь. Но я уверяю вас, я не 40 лет, и уж тем более не мужик. Благодарю за ответ. Я не понял вопрос, но... Почему вопрос? Вопрос был до этого, мы уже ответили на него. Это просто Олесе тебе сказала, что ей не 40, и она не мужик. Это потрясающе. Вот Александр Жаворонков протягивает мне бумажку, он хочет знать, сколько вам лет, и что вы действительно не мужик. Ну хорошо, а мне 40, и я мужик. Да нету тебе 40, не придумывай. Мне 40-й год идет. Вот когда будет, тогда скажешь. Тебе нету, как мне моя жена говорит, не прибавляй себе. Осталось. И вот тебе 40 нету. Нету. Хотя специально говорит, чтобы тебя пожалели, что ты все пошел в 5-й десяток? Нет. Ну отлично. Хочу в 5-й десяток. Тогда давай, вот перейдем к вопросу о ликвидности. Да? Не знаю. Вот вопрос о ликвидности. Вот ты мне принес бумажку, на которой написано «Структура объемов торгов на рынках за последнюю неделю». Да, это все... Мы с тобой эту бумажечку рассмотрели в кабинете, как раз номер 13. И вопрос на самом деле, вот, друзья, дорогие друзья, бумажка, которую Александр Жаворонков принес нам, как раз там стоит ситуация, которая на самом деле, ну, если не трагичная, то не очень хорошая. Вопрос такой. 52% это различные структурные продукты, репо и все остальное, депозиты. 2%, 2% это рынок акций и паев. 11% это срочный рынок и 31% это валютный рынок. То есть, по сути дела, из всех составляющих, из всех объемов, которые проходят на МВБ РТС, на самом деле всего 2%, всего 2% это торги на акциях. Ну, вот эту картинку. Включая паевые фонды. Я буквально за 5 минут до выхода увидел в Фейсбуке, я опубликовал Григорий Ганкин, мой давнишний друг. Не мой, и мой тоже. Гриша, огромный привет. И он передавал привет тебе. Хорошо, что я не забыл. И хороший обционщик, кстати. Хуже было. Вот. И с его слов, что он очень хорошо помнит те времена, когда емкость и сектор торгов рынка акций был в полтора раза выше, чем, например, валютные торги. Сейчас мы видим, что он не только не выше, чем объем валютных торгов, а в 15 раз ниже. То есть, фактически, можно констатировать, что на сегодняшний день рынок акций находится в таком предумирающем состоянии. А чем ты думаешь, это связано? Это связано с тем, что западным игрокам неинтересен сейчас наш рынок. Они не видят перспектив у нашей экономики. Их напугают, немного пугают те процессы. А у нас, в принципе, на сегодняшний день экономика-то и базируется на 10 акциях. 20 акций, на самом деле. Из которых, например, если там поковырять, из 20 на самом деле, там 5 хороших будет. Я имею в виду экономику, как развитие страны в целом. Вот смотрят западные инвесторы BBC и новости из России. Вот целый год те новости из России, которые идут, на мой взгляд, они вменяемых людей никак не могут стимулировать, вкладываться в наш фондовый рынок, в нашу экономику. Потому что все как-то не очень светлое. Вот опять же вырезка из того же контеста, который ты мне принес. Раньше РТС делала ставку на частных трейдеров и стала настолько конкурентной для МВБ, что ее вынуждены были выкупить, как все знают. Сейчас декларируется стратегия на привлечение крупняка, но это просто лозунг. Ничего не делается в этом направлении. Но я согласен в данной ситуации, что с чего крупняку сегодня привести доводы приходить на рынок. Ну а что это за отношения? Даже на меня, на маленького сейчас... Видите сразу всем и Феликса. Феликса на самом деле задели за живое. Саша, я тебя должен только огорчить в одну. У нас осталось 50 секунд и ты не успеешь раскрыться как бутон красивым. Поэтому ты сейчас начинаешь взрываться. Знаешь, твой взрыв надо перенести как раз на третью 15 минутку, потому что мы не увидим всей красоты твоего взрыва. Ты реально сейчас я по новой и ты подготовишься и как бутон раз взорвешься и потому что люди сразу увидят, знаешь, как ты взрываешься, так и должно быть. Потому что я хочу, чтобы мы еще ответили на один вопрос. На самом деле очень интересный вопрос, который имеет непосредственное отношение к нашей с тобой беседе. Про собаку. Это выступление Сороса в Давосе по поводу российской экономики на самом деле будет очень тяжелая третья 15 минутка. 6, 5, 10, 9, 9, 6. Александр Жаворонков готовится к взрывной волне в третьем квартале. Новости. Мы снова с вами, дорогие друзья. Вот сейчас Александр Жаворонков подготовился к взрыву. Он даже раздеваться собирается перед камерой. Я только раздевался же сейчас в паузе. Это в паузе не считается. Наши хотят в реале видеть. 6, 5, 10, 9, 9, 6. У нас прямой эфир. Очень скучно, дорогие друзья. Вы сегодня участвуйте в нашей программе. Звоните, задавайте вопросы. Кстати, вот у нас молодой человек написал. Я тоже инженер-электрик. Теперь уверен, что мы прорвемся. Поэтому я думаю, что на самом деле все у нас будет хорошо. Итак, был взрыв волны как раз по поводу того, о чем мы с тобой говорили. Поэтому я хочу, чтобы ты вот сейчас взорвался, как ты до этого сделал. Я хочу сказать о том, что вот даже для меня... Видишь, на наших, извините, что перебиваю, как наехали, смотри, сразу лампочки загорелись. Я тебе говорю, наши любят, чтобы им вставили. Понимаешь? Новостей вставили и все, сразу вдруг звонки начинаются. Давай. Вот зачем западному инвестору торговать на России, если Россия совершенно непредсказуемая страна? Вот эти вот новогодние каникулы. Зачем вам брать на себя такие риски? Почему? Давай сейчас Дмитрию ответим и мы расскажем. А Дмитрию ответим. Дмитрий, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Дмитрий потерялся. это, знаешь, это пробки. Вообще, если скажу тебе честно, Билайн стал ужасно в последнее время работать, а МТС еще хуже. То есть продаем Билайн и МТС. А что хорошо работает? А то, что хорошо работает, это не у нас. Мы чем-то захитрировались. Знаешь, если скажу тебе честно, что я когда приехал там 4 года назад, то здесь сервис, телефоны, был в разы лучше, чем в Америке. Сейчас произошла такая ситуация, что в Америке он не улучшился, то есть он как был плохим, так и остался. А в России ухудшилось, потому что, ну я не знаю. Потому что я знаю, что в Европе за 2 евро можно 60 минут в месяц получить карточку и разговаривать. Извини, я тебя перебил. Я не помню, о чем мы говорили, я хотел что-то сказать. О дружбе народов. Наши народы будут дружить. Вот мой и ваш. Как раз о том, о чем мы с тобой говорили, что упали обороты, что иностранцы не хотят к нам приходить и ты хотел рассказать почему. Из-за отношения. Вот новогодние каникулы, например, ну вот почему инвестор, зная, что он в Лондоне спокойно может в эти дни работать, а Россия будет пить, гулять и в принципе показывать свое отношение к нему, он ничего не сможет сделать, будет брать на себя риски, а биржа, делая длительные вот эти новогодние каникулы, повышает в несколько раз, ну да, в несколько раз, по-моему, на доллар она повысила и значительно повысила на фьючерсы, на РТС, на акции. У меня была очень хорошая позиция, я арбитражер, моя позиция строится долго, набирается долго и я был вынужден перед Новым годом практически ее все раздать только для того, чтобы обеспечить эти маржинальные требования биржи. и фактически я на этом недозаработал очень приличную сумму денег. Почему это должно происходить? Для меня, например, непонятно. На самом деле, то есть, как ты думаешь, это больше политическая какая-то ситуация из-за того, что люди, в принципе, не идут или просто на рынке ничего интересного нет? Ну, я думаю, что нельзя говорить, что это только политическая ситуация и действительно рынки сейчас во всем мире... Мы политически-то в нормальной ситуации Россия находится. Ничего такого страшного нет. Я могу сказать, что она только политически стабильная. Стабильная тем, что сложно ожидать завтра или в ближайшее время каких-то взрывных изменений в экономике и в отношении к людям, к производству и к инвесторам. В этом смысле стабильность, но не факт, что она хорошая. Поддержится. Но я бы предпочел развитие. Я бы предпочел, чтобы наше государство все-таки больше думало о своих гражданах и чтобы думать о своих гражданах, нужно думать о том, чтобы граждане других стран тоже у нас нормально могли работать. Как о гражданах думать? Надо о себе подумать сначала, а потом о гражданах. Я какую-то ерунду сказал, извините. Ничего страшного. А вот Владимир Владимирович в пятницу заявил, мы зачем-то объединяли две биржи, вот объединили их и что? Зачем? Возглутился. Все наши основные компании, в том числе и государственным участием за рубежом, стараются найти деньги. Нужно поддержать внутреннего инвестора. Я два года пытаюсь. Это серьезное заявление на самом деле. Вопрос стоит, даже вот послушай, как стоит. Если бы мы сейчас были в передаче про «Прожектор Пэрис Хилтон», мы бы эту фразу разобрали бы по частям. Например, мы зачем-то объединяли две биржи. Я этот вопрос два года спрашиваю, пытаюсь выяснить. Кто мы? Я в том-то все и делаю, что был Владимир Владимирович Меламидов, глава службы тогда в СФР. В принципе, у меня только, лично у меня очень положительное отношение к этому человеку, но он был инициатором объединения этих бирж, активно лоббировал этот вопрос, и мы все видим, что это произошло. Биржи объединились, а государство, по сути, выкупило РТС за просто дикие какие-то нереальные деньги. А я у всех спрашиваю, а что в итоге вот это государство Сейчас, например, основатель РТС ушел? Ну, то есть нам говорили о том, что главный актив, который приобретает МВВ, это сотрудники, персонал. Ну, а мы видим, топы уходят. Ну, я не понимаю, обороты падают. Я не понимаю, вот за что были уплачены деньги, и вот сейчас это странная ситуация с IPO. Договоренности между МВВ и РТС были построены таким образом, что биржа обещала, что до июня 2013 года она разместится, проведет IPO на очень крупную сумму. Если бы она это IPO не провела, она заплатила бы гигантские какие-то штрафы, которые доходили до миллиарда долларов. я читаю как раз. Ну, и в итоге мы слышим о том, что скоро будет IPO в феврале. Если IPO не состоится в срок, ряд бывших акционеров РТС, согласно имеющихся у них опционов, смог бы предъявить свои акции к выкупу, исходя из оценки биржи, при объединении плюс 12,5% годовых. В абсолютном значении максимальный объем выплат штрафов может составить 25 миллиардов рублей. Поэтому биржа просто вынуждена проводить IPO сейчас в феврале. Но сейчас просто ужаснейшее время для такого мероприятия. Американцы очень многие часто в таких ситуациях, они просто отказываются от IPO, переводят на более интересные сроки на самом деле, тем более под самый верх значения рынка, да, вот сейчас. Это не самый лучший вариант. Ну, конечно. Все. Какие-то вот процессы объединения, они там бродят. И вот я не видел людей, которые бы мне сказали, о, как здорово, что биржи наши объединились. Я очень рад. Ну, вот сейчас... Кроме акционеров РТС, которые наверняка, ну, бывших акционеров РТС, которые наверняка очень рады, что биржи объединились, потому что они продали на хаях и очень счастливы сейчас. Они очень, я думаю, что очень хорошо вышли. Но на самом деле, по сути дела, был продан-то хороший продукт. На самом деле. Был продан, поглощен. И фактически он все это время уничтожался. Все хорошее, на чем РТС выехал, а именно это очень плотная работа с конкретными людьми, с частными инвесторами. Скажи, что на самом деле на РТС, когда Миша Иванов был, огромное количество людей как раз действительно, ты правильно сказал, делали бизнес на персональном уровне. Да. Тогда Саша Жаворонков кое-что означал, там, другой молодой человек кое-что означал. Работали индивидуально с людьми. Тот же Миша Иванов, ему огромный привет, сейчас в проспекте сидит, ему огромный привет, Миша. Мог позвонить сам по телефону, сказать, там, Саша, вот так-то, так-то, так-то. Сейчас нет такого? Лично я, вот лично я, маленький человек, платит биржа в год полмиллиона долларов, грубо говоря. И, ну, на меня по большому счету нет этого. Я не думаю, что таких людей, как ты, там, прямо тысячи. Ну, их много. Но не тысячи. Их не тысячи, и что? Ну, неважно, все равно нужно работать с конечным. Я думаю, что они как минимум тебе должны как минимум на Новый год там бутылку коньяка послать какую-то. Ну, так, если они слышат. Не хочу, да, никого обижать. Но полмиллиона долларов прислали такую какую-то китайскую коробочку. О, видишь, ну, все-таки что-то. Поэтому это был подарок. Я не знаю, что мне с ней делать. А что у них было? Ну, это такая, типа, маленькая метеостанция. А, это, погода на улице как раз зависит от погоды на бирже, они тебе просто барометры. Да, это, наверное, в перспективе будет все-таки фьючерс на погоду, и тогда я смогу вот эту вот метеостанцию вот эту вот за 3 доллара использовать. Зато, видишь, ты уже как бы не полмиллиона оплатил, а на 3 доллара меньше. На 3 доллара меньше. Нет, это вот сейчас плохо и неправильно с моей стороны как-то вот дареному коню смотреть зубы, поэтому спасибо большое даже за то внимание, которое есть. Я по этому вопросу плохого сказать не хочу. Я вот вижу те программы, которые биржа предлагает в качестве своего развития, и мне они кажутся достаточно непонятными. Например, биржа... Вот РТС, я помню, да, раньше, когда даже Ганкин работал на бирже, они очень часто устраивали вот эти круглые столы, хотя бы можно было посидеть, пообщаться. Я, ты знаешь, наверное, года два уже не слышал никаких круглых столов, когда люди, например, могли собраться, просто пообщаться. Те, которые, как бы, не то, что сказать, что мы там супер большие игроки и делаем биржу. Нет, но люди, которые, например, как ты, объемы гоняют, да, мы, в принципе, тоже довольно-таки достаточно объемы в финале гоняем. И раньше можно было сесть, пообщаться. Сейчас что-то я в последнее время не видел этих круглых столов, где люди могут сесть, просто потусоваться. Ну, один раз меня пригласили, по-моему, в сентябре, ну, когда-то, да, в сентябре на рабочую группу. Я там высказал свое... И больше тебя не приглашали. Неудовольствие, да, от тарифов, потому что тарифам тысячи лет они не пересматриваются, и, по сути, я готов, я могу платить бирже больше денег, а если я буду понимать, что мой оборот, он мне выгоден. То есть, чем больше я делаю оборот, тем больше я даю рынку ликвидности. И если бы шкала была с учетом оборота, то есть, какие-то более... То, что сейчас сделали на МВБ, то я смог бы торговать больше и, соответственно, бирже больше платить. Но сейчас мне это не выгодно. У нас этот вопрос был. Будем размешивать передачу вопросами. Александр, в скобочках Феникс, то это тебе герчика отпадает. Расскажите, пожалуйста, о своих роботах. Какие стратегии вы используете и как к этому пришли? Так, ну, поехали про роботов. Значит, счет номер один. Самый агрессивный, самый быстро растущий. Счет полностью состоит из High Frequency Trading, то есть, это очень оборотистые алгоритмы, которые ничем не прикрываются, берут на себя достаточно серьезные риски, но и очень много зарабатывают. Генерят очень большой оборот и генерят очень большую комиссию для биржи, поддерживают нашу биржу. Это понятно, да? Да. Понятно объяснил. Второй счет, он больше, он полностью арбитражный, то есть, все позиции на нем перекрыты, то есть, если есть позиция Long Poe фьючерсу на индексы РТС, всегда есть какая-то противоположная позиция, она может состоять из различных фьючерсов на акции, она каким-то хитрым, специальным образом хеджируется валютный риск, то есть, к покупке РТС добавляется в какой-то пропорции фьючерс на доллар-рубль. Таким образом, этот счет больше, и он больше защищен, он, если ночью, например, будет большой гэп в ту или другую сторону, хоть на 50%, по идее, он не очень пострадает, так как одна половина портфеля вырастет, а по другой плане будет убыток. Но в целом я не беру в этом портфеле большой риск. И есть третий портфель, который мы открыли только осенью, так называемый инвесторский портфель, когда мы складываем предплеченные деньги и там используем ультра, как это, безрисковой стратегии, стараясь именно работать пусть не с очень высоким результатом, но зато с меньшим риском. Тоже арбитраж. То есть практически все стратегии такие с минимальным риском? Есть стратегии с высоким риском, но там этот риск нивелируется количеством сделок и временем нахождения в позиции. То есть одно дело, когда я вошел в позицию и я собираюсь в ней стоять целый день, у меня один риск, а если позиция живет несколько секунд, то риск там значительно снижен, и за счет большого количества сделок этот риск, и большого количества, что очень важно за самими стратегии, этот риск становится меньше. Понял. Вот Георгий Вербицкий написал, «Прошу прощения за ковер, скоро верну». Как у тебя дела? Ты не сервис? Нет, конечно. Ну просто, наверное, слушателям немного непонятно. Все эти ковры, собаки, О, кстати, вот Леша Майтрейд написал, «Саня, здорово, забери у меня своего пса, я устал на него грали выпытывать». На самом деле, просто трейдеры очень веселые люди, у них есть свой мир, очень много так называемых мемов, их совершенно бессмысленные, бесполезные, и очень, главное, долго объяснять человеку незнающим, поэтому, если слышите, просто зайдите в LiveJournal, почитайте, зайдите в LiveJournal, почитайте, если слышите, не думайте, что мы сумасшедшие, просто мы так шутим. Дорогие друзья, надеюсь на пару звонков в студии, очень интересный гость, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, и также на Finam FM можете зайти и задать свои вопросы. У нас в гостях, на самом деле, очень интересный гость, почти все грали, пытаются просто вам рассказать, поэтому заходите, пишите нам, звоните, в гостях у нас Александр Жавронков и новости. Снова в эфире, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, Александр Жавронков мне охотится на герчика, мысленно, мысленно меня пристрелил. Саш, вот здесь одна, кстати, очень неплохая ремарка по поводу объема, потому что на самом деле, так как говорится, здесь собираются люди и слушают передачи людей, которые так или иначе связаны с рынком, которые хотят зарабатывать. И Олеся. И Олеся, да, абсолютно верно, это не мужчина, не 40 лет, абсолютно. Она, в принципе, ничего не написала, но она хотела узнать о женщинах в этом бизнесе, поэтому, ну, попробуем потом ответить на этот вопрос. Вот здесь действительно стоит очень хорошая ремарка, которую ты обозначил. На самом деле, это страшный такой кусок. По большому счету, биржи абсолютно сейчас не волнуют участники, так как основной доход бирж, она получает с депозитов от клиентского обеспечения. Ну да, поэтому биржа ведет себя очень странным образом. Она делает, ей выгодно сделать каникулы больше, потому что требования по гарантийному обеспечению вырастают. Соответственно, участники должны занести больше денег, чтобы поддержать свою позицию. Она эти деньги кладет на депозит и заработает тоже больше своих процентов. И очень плохо, что вот у биржи есть такая возможность зарабатывать на размещение денежных средств больше, чем на участниках. Потому что, ну, подумаешь, эти участники будут в чем-то усимлены. Она все равно будет в фаворе зарабатывать миллиарды рублей прибыли в год и быть довольны. Вот есть вопрос, который состоит из четырех подвопросов. Обычно такие вопросы как бы задают умные люди. Виктор задает вопрос. Господа, позвольте пару вопросов. Первое. Возможно ли долговременная автономная работа роботов на бирже, приносящей доход? Ну, конечно. Если, ну, по сути, если мы возьмем за скобки вероятность технического риска, который может случиться по вине биржи или по вине моих роботов или по вине моего сервера, то я мог бы первое, там, ну, не первое января, там, 10 января включить свои алгоритмы, а 31 декабря прийти и посмотреть, сколько там денег. Ну, в принципе, все. Мониторинг роботов, он в основном заключается в том, что мы смотрим за тем, чтобы не случилось какого-то вот форс-мажора, чтобы все было нормально и пока все нормально. Ну, ты, например, веришь на самом деле, что жизнь роботов-то, она ограничена? А, в этом смысле. Ну, в этом смысле, конечно, я должен сказать о том, что, если вы постоянно что-то не ищете и не добавляете каких-то новых стратегий, он перестает. Ну, да, старая стратегия. Прошлый год, давай возьмем так, прошлый год у тебя был удачный, сколько раз ты подкручивал его или что-то добавлял именно к своему основному? Мы каждый день, каждый день что-то пытаемся подкрутить, проверить, оттестировать или предложить новый алгоритм или обсудить какие-то новые подходы, улучшить свой колокейшн, обсудить возможность изменения своей инфраструктуры. То есть они просто что-то написал, запустил и полный вперед. Постоянно работал. Я не верю, когда кто-то говорит, что может, у него есть какая-то работа и он может работу совмещать с работой на бирже и при этом быть очень успешным. Я таких людей не встречал, возможно, они есть, но я о них ничего не знаю. Вот, например, следующий вопрос будет, я тебе задам при условии, что ты отвечаешь на вопрос по-другому. То есть, имеешь ли ты представление о Форексе и занимаешься ли ты ими или нет? Я имею представление о Форексе. Тогда вопрос сразу off the hook. Что все-таки перспективнее МВБ или Форекс, в том числе применение роботов? Ну, давайте разделим Форекс такой, какой он есть в Америке или в Европе, в цивилизованных странах. И наш. Да, и наш, где, во-первых, нет никакого регулирования, то есть фактически это какая-то такая штука на уровне пари, на уровне лотереи. И самое главное, что чем главное отличие Форекса от биши, то, что когда вы заключаете сделку, у вас нет конкретного четко определенного контрагента. А когда конкретного контрагента нет, и этот контрагент, по сути, для вас является вот дилерский центр, то дилерскому центру, в первую очередь, выгодно все деньги у вас отнять. Когда у вас есть контрагент, как на бирже, на рынке акций или на срочном рынке, вот в реальном секторе, где есть этот ваш конкретный человек или организация, кому вы в ту или иную секунду продаете или покупаете у него актив. Тут никак биржа, ей вообще на самом деле все равно, заработали вы или проиграли. Ей самое важное, только она живет за счет комиссии. Поэтому можно говорить о том, что процесс достаточно честный. Люди, работающие на Форексе, сталкиваются с тем, что с ними играть нечестно, а соответственно, выиграть невозможно. Так, еще один вопрос Алексей задает. На первом счету вы просто скальпите или позы на ночь переносите? Полностью кэш. То есть, конец дня закрылся и все? По определению, я не могу через ночь переносить позицию направленную. То есть, через ночь может быть присоединяется только позиция, которая имеет дельта хэш нейтральный, который к текущей лонговой или шортовой позиции всегда противоположная тоже лонг или шорт. Вопрос, я знаю просто этого человека по смарт-лабу, я читал его высказывания. Сикатор задает вопрос. Саша, чего вы не торгуете на других биржах? Саша очень ограничен с ресурсом, который называется человеческий ресурс. Очень много нужно сделать еще на нашей бирже и просто не хватает временных... То есть, тебя на самом деле не пугает количество падающих объемов? Не пугает, потому что пока биржа существует, всегда будут люди, которые отдают деньги и всегда будут люди, которые зарабатывают. Тогда я тебе другой вопрос задам. То есть, пока тебе не интересно идти, потому что тебе хватает того, что у тебя есть? Да, потому что мне, во-первых, хватает того, что у меня есть, и во-вторых, потому что я думаю, что конкуренция там значительно выше, там не просто значительно выше. Там просто такие пацаны, что... Я вообще думаю, скажу честно, что мой конкретный случай, в случае частного трейдинга в России, это некий артефакт. Он такой вот... Так сложилось. Дело в том, что крупному игроку, западному, хорошему банку с хорошими алгоритмами, с каналами связи, ему просто заходить на наш рынок, в мой сектор, невыгодно. У него косты на свои расходы, на сотрудников, они просто не окупят той прибыли, которую они смогут здесь получить. И такие люди, как я, выживаем как раз за счет того, что у нас эти косты минимальные, у нас нет штата сотрудников, нет каких-то огромных расходов на рекламу, на деятельность, и нам удается поэтому заработать. Тогда вопрос другой. Сейчас будем в таком формате блиц, быстрый вопрос, быстрый ответ, потому что посыпались вопросы, наши проснулись. Кто-то ушел раньше немножко с работы, да. Ну, раз ваши проснулись. Вопрос такой, представь себе, позвонили после нашей передачи и пригласили тебя на биржу. Говорят, Александр Жавронков, вот теперь, пожалуйста, занимаемая должность, как вот вы бы смогли изменить биржу? Как, что бы ты сделал, какие шаги ты бы сделал для того, чтобы на рынке поднялись объемы и для того, чтобы людям таким, как ты, было бы удобнее работать? Только смотри, не с точки зрения простого трейдера, для которого выгодно это сделать, а с точки зрения того, чтобы действительно, ты же с народом общаешься, что бы ты сделал? Слушай, ну, во-первых, в режиме блица я понимаю, что это серьезная работа и топы бирж получают свои деньги не просто так, это к предыдущим вопросам, можно ли совмещать трейдинг и биржу? То есть, ты мне предлагаешь бросить трейдинг и заняться биржой? Я думаю, что в данном, но я просто... Нет, я просто сказал, представь себе, на самом деле, да, вот мы говорим, у нас что получается? Знаешь, какая проблема в России? К следующему вопросу приду. У нас проблема такая, знаешь, мы все говорим вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот-вот-вот, когда нас говорят, «Белый дом», и говорят, «Хорошо, вы ругаетесь, вот, пожалуйста, действия, что ты будешь делать? Я... У тебя вызвали на биржу и тебе разрешили делать все, что хочешь, твои действия». Ну, это очевидно, я всегда работал директором по развитию, и я буду... Я знаю, что нужно делать. Вот, расскажи, пожалуйста, вот ты мне услышишь. Это очень просто. Нужно начать с того, что объективно оценить текущую ситуацию. К сожалению, у меня этих данных нет, и нужно изучить то, что есть, чтобы начать принимать какие-то решения. Прийти с лозунгами, что вот так вот кричать, что «Ага, я вот знаю, вот сейчас изменили в стакане РТС шаг цены с 5 на 10». И говорят, ну, смотрите, вот пальцем тыкают в стакан, ну, ведь лучше же стало. То есть какая-то абсолютно ну, нелогичная штука. Нельзя вот это оценить на основе там личного взгляда в стакан, что стало лучше. По мне так стало хуже, потому что есть, например, вот два инструмента «Фьючерс на РТС», «Фьючерс на рубль и доллар», но инструменты с самым большим оборотом. Ну, и Сбербанк, например. И вне зависимости от объема торгов, объемы торгов именно этими инструментами, они скоррелированы. То есть они всегда примерно увеличиваются и уменьшаются пропорционально. Так вот, после увеличения шага цены на «Фьючерс на РТС», объем торгов «Фьючерс на РТС» по отношению к объему торгов «Фьючерс на рубль и доллар» и Сбербанку, ну, самым активным «Фьючерсом», он упал. То есть это говорит о том, что как раз стало хуже. Люди стали, оборот уменьшился, фактически, люди стали меньше платить комиссии биржи, потому что оборот пропорциональный, комиссия пропорциональна обороту. И получается, а все делают вид, что, ну, смотрите, стало же лучше, вот сами можете посмотреть в стакан и убедиться. Ну, я смотрю в стакан, ну, вижу там какие-то цифры, но анализа никакого нет. Я бы начал того, что стал бы разбираться с текущей ситуацией, что сделано, что есть, какие есть ресурсы, что можно с ними сделать. Вот нас молодой человек написал на самом деле такое убийственное послание. Я не думаю, что что-то страшное в нашей передаче. Александр Герчик, если продолжите приглашать таких людей, передачу могут закрыть. Александр Жаворонков, правду говорить бесполезно, иногда даже опасно. Отличная передача. Ну, ты видишь, на самом деле мы смогли расшевелить все-таки наших радиослушателей. К сожалению, звонков было мало, но у нас еще есть несколько вопросов, на которых мы постараемся ответить. Жив ли? Да, извини. Еще хочу очень важную вещь, на мой взгляд, сказать, что вот говорят, что я там критикую биржу. Нет, я не критикую биржу. Мне по большому счету, я просто пытаюсь обратить внимание, достучаться. Вот все люди, которых я знаю на бирже, Константин Замолоский, Нет, нет, подожди. Тот же Ганкин, когда был на бирже, с ним можно было позвонить, пообщаться, прийти, он приходил, со всеми общался. Я, например, в последнее время не вижу ни одного героя, на самом деле, из биржи, кто общается с простыми смертными, такими, как ты. Понимаешь, человек, который платит полмиллиона долларов комиссии, это очень неплохо. Так я не говорю, я не думаю, что таких людей тысячи. Я просто знаю количество активных клиентов на бирже. Их не тысячи. Ну вот, и последнее, вот вчера буквально биржа объявила об акции, когда они будут раздавать бесплатную Кока-Колу, зато, что торговал полмиллиона. Миллионов рублей просто тем, у кого по заявкам от 100 контрактов выше оборот. Ну это разовая, это какая-то разовая акция, смешная. Да это вот, я хочу о чем сказать, что вот я знаю очень многих людей, которые были на рабочих группах, где обсуждали этот вопрос. И все доедину мне говорили о том, что все вставали, выступали и говорили, что зачем, объясните, пожалуйста, вот в чем конкретно смысл, вообще, каким образом это поднимет ликвидность, когда все прекрасно понимают, что это никак не стимулирует людей, торговавших пятюк от трактами, перейти на 100 контрактов. И в связи с тем, что наше время постепенно подходит к концу, я еще раз договорюсь, что вот я, те люди, которых я лично знаю на бирже, с кем я общаюсь, но в основном это люди, которые по технической части работают. Да, это люди, которые трудятся, как пчелки, которые всегда помогают, и которым вот плаза сейчас, которая стала спектрой, прекрасная технологическая платформа. Дорогие друзья, Александр Жаворонков, 6, 5, 10, 9, 9, и 6, давайте в следующую неделю будьте немножко поактивнее, Санте, огромное спасибо от всех нас, и, дорогие друзья, всем хорошей недели. Спасибо тебе, и спасибо всем вам.